Счастье, видеть родные и знакомые лица, улыбки людей, для меня это самое главное. Виталий Попов идёт со спортом по жизни. Бывший капитан футбольной команды совхоза «Красный луч» активно путешествует, играет в футбол и хоккей за Медвежьи озёра. На пятой спартакиаде ветеранов городского округа Щёлково выступает, разумеется, за свою деревню. Этого события щёлковские ветераны спорта ждали целый год. На паркете спорткомплекса «Подмосковье» 18 команд, география участников – от Загорянки до Монина, от Медвежьих озёр до Фрианово. Я хочу сегодня всем пожелать новых достижений и, конечно же, побед. Понятно, что все не могут быть победителями, но вы все победители, потому что вы ведёте активный образ жизни. Свои будущие победы участники посвятили Международному дню пожилых людей. Судейство на высоком уровне организовал Щёлковский спорткомитет. Хочу выразить особую благодарность нашему спортивному комитету, который нашёл время, силы и средства для того, чтобы порадовать нас всех. В программу вошли 16 состязаний, включая 4 командные. Спортсмен Алексей Сысоев, например, выступает в дисциплине «Настольный теннис». Регулярно принимаю участие в соревнованиях, тренируюсь. Мне нравится эта игра. Стараюсь поддерживать спортивную форму. Виктор Ильич Арный, Щёлкова-7, представляет ветеранов космических войск. Личный результат – 38 очков из 5 выстрелов полковник в отставке называет средним. Я в четвёртой спартакиаде принимаю участие. Это такой драйв. Это, во-первых, свои силы проверяешь, потом работаешь на команду. Интеллектуалы играли в блитшашки и шахматы. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Гурин из Загорянки – самый возрастной участник спартакиады. Только что прошёл дистанцию по скандинавской ходьбе. А мы привыкли ко всем трудностям. Мы дети, участники войны. Мы всё прошли. Так что для меня это очень хорошо. А сколько вам лет? Вот сейчас 91 отпраздник будет 92-й. Спартакиады городского округа Щёлково продолжают бить рекорды. В этом году в ней приняли участие рекордные 263 человека. Особенностью нынешнего спортивного праздника стало то, что в нём, наравне с ветеранами, участвуют и их внуки. Стало намного интереснее, потому что внуки обязательно должны видеть, чем занимаются дедушка, бабушка, какой вид спорта больше им нравится. Где-то счастье такой момент, и невоспользоваться им нельзя было. Поэтому с внуком пришёл. Награждали победителей и призёров по каждой дисциплине под фанфаром. В семейных конкурсах ветераны выходили вместе с внуками. Некоторые поднимались на пьедестал по несколько раз. Столько ими одержано побед. Михаил Налётов, Валерий Жеглея, Щёлковское телевидение.